Неделя после зимних каникул по традиции стартовая для проведения региональных школьных олимпиад. Дисциплин в списке 21. Участников на этот раз 800 с лишним. Бывают предметы, где у нас гораздо больше участников. Это может быть 80-85 участников. Особой популярностью пользуются русский язык, общество знания, малочисленные. Это у нас французский язык и астрономия. География в золотой середине. На экзамен в Абакан приехали 40 с лишним старшеклассников. Все победители и призеры школьных, а затем и муниципальных этапов состязаний. Александр Гришанин, поклонник науки с детства, и хотя планирует в дальнейшем поступать в юридический вуз, уверен, география всегда останется в статусе хобби. Люди своей страны должны знать, географию своей страны, и республики, соответственно, города, тоже родина. Географию мира, соответственно, тоже важно знать. Это и политическая география, и экономическая география в современном мире. Конечно, экономическая она посложнее будет. Там все-таки нужно рассматривать факторы производства. На партах лишь карандаши и ручки, линейки и калькуляторы, вода и шоколад. Мобильные телефоны сданы сопровождающим. Любое нарушение чревато дисквалификацией. Все требования школьники выполняют добросовестно, ведь приехали за победными и призовыми местами. Чтобы претендовать на высшие награды, нужно выполнить не меньше половины из предложенных заданий, а их несколько десятков. В пятницу в течение трех часов ребята решали по шесть или семь географических задач в зависимости от возраста. В субботу во втором туре школьникам предложат ответить на 30 вопросов теста и поработать с картой. Все это время за своих подопечных держали кулаки педагоги, волновались и верили в ребят. Конечно, сложно, несомненно, нужен широкий кругозор, и поэтому, естественно, что мы готовим не только по географии, но привлекаем и знания из литературы, из математики, потому что карта предполагает знания геометрии, знания алгебры. Финал регионального этапа всех состязаний намечен на 9 февраля, затем станет известен проходной бал для участия во Всероссийском туре Олимпиады, победители и призеры которого получат льготы для поступления в ВУЗы. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Задание у вас на...